Ты, наверное, обратил внимание, что в последнее время появилось очень много людей, которые позиционируют себя как бизнес-тренеры, коучи и за приличные деньги учат людей как стать успешными, востребованными, счастливыми. Тебе не кажется, что значительная часть или, по крайней мере, некоторая часть из них — это дети лейтенанта Шмидта? — Ого, ничего себе у тебя наблюдения. Тем более, что сегодня у нас как раз в гостях бизнес-тренер, ну, как сейчас принято говорить, коуч и человек, который не понаслышке знает, что такое Сколково, Игорь Дубинник. И, кстати, можешь у него и спросить, как он относится к этой идее развития. — Обязательно. Вот вы с какого времени и на каком основании называете себя бизнес-тренером? Что это за особый талант, если он такой существует? И по вашим ощущениям, по вашим мнениям, вот люди, которые себя так позиционируют, сколько из них реально обладают таким талантом? — Ну, это такой достаточно, на мой взгляд, философский вопрос. Потому что, если ты в какой-то области определился и в этой области хочешь развиваться, самый лучший способ развития — вообще-то учить других людей. — Интересная версия. — Но если более серьезно на это вопрос ответить, то основание для моей деятельности — это, во-первых, выбор осознанной моей профессии. Я учитель по профессии. Так получилось, что сначала я выбрал, как обычно это бывает, случайно, а потом это уже в какой-то момент ближе к сорока меня настигло как выбор уже деятельности, которой профессионально занимаюсь. Одной из частей деятельности. — А учителем вы начинали какого предмета? И в школе? — Я учитель труда. — Он плавно перешел от учителя труда, когда все занимались трудом, а теперь все занимаются бизнесом, он учит бизнесу. Все логично. — Дело в том, что со времен Аристотеля ничего не изменилось. Бизнес, ну, если переводить с английского — это дело. Ну, а дело — это деятельность, а деятельность — это профессия. И вот эта вот связка просто у большинства людей, она как-то разорвана. Поэтому, на мой взгляд, у как раз бизнес-тренеров и коучей этот разрыв они пытаются заполнить разными названиями. Хотя все это про учительство. Это просто разные способы, которые появляются постепенно, но люди из них делают какой-то фетиш специально. «Теперь я коуч», хотя коуч в переводе — это тренер. То есть, если говорить лично про меня, так случилось, что я, с одной стороны, получил профессию, которая называется «Учитель технологии предпринимательства» — это выучитель труда. И, с другой стороны, 20 лет своей карьеры я все время занимаюсь людьми с точки зрения помощи им в самоопределении, помощи им в том, чтобы они выстроили свою карьеру, развивались. Я был директором персонала очень долгое время в крупных компаниях. Поэтому у меня все сошлось. — Хорошо. Вот по поводу самоопределения. Есть у вас программа самопроектирования. И ключевой задачей заявлено, в том числе, я сейчас процитирую, самоосознанность. Вы оформите личную стратегию на 25 лет вперед по 15 областям жизни. Я вам задам тот же вопрос, который недавно задавал вашему коллеге Павлу Суркову. Если вы способны научить человека программировать свою жизнь на четверть века вперед по 15 областям, не миссия ли вы? — Нет. В психиатрии самое главное — первым надеть халат. — Я знаю. — Вам это удалось, я понял. — Нет, я, похоже, не успел одеться просто. Дело в том, что я считаю, что невозможно человека научить ничему. Он может только сам научиться. — А, вот так вот. Поэтому я ничего не учу. А скорее для тех людей, у которых есть запрос, по каким-то причинам они, столкнувшись с жизнью с какими-то ситуациями, обстоятельствами, решили, что они должны прийти ко мне на тренинг. Почему-то там среагировали на эти слова. И дальше самый простой способ любому человеку — это признаться в том, чего бы ты хотел. — Вы знаете, какая замечательная вещь получается. То есть вы, я имею в виду в данном случае не вас конкретно, а бизнес-тренеры, получают в свою работу немалые деньги. Как бы ответ очень простой. Ну, ты сам виноват, если у тебя ничего не получилось. — Все, все вреды внутри человека. — Тут у нас начинается следующая история, да. Когда человек сталкивается с тем, что у него что-то не то, то редко кто задумывается, где, собственно, причина вот этого не того. То есть на поверхности я вроде должен работу сменить, вместо жительства сменить, да, не знаю, там, женщину рядом с собой или мужчину рядом с собой. — А ты думаешь, более глубинные вещи? — Я не знаю, мы можем спросить об этом. То есть те, кто идет на тренинг, у них есть вопросы вообще? — Ну, как правило, проблема с тем, что они либо потеряли работу или их настиг этот замечательный кризис среднего возраста, когда они... — А в чем вопрос вот их вопрос? — Зачем? Зачем я пришел в этот мир, собственно? Что я здесь делаю? — Да, вот такой. Кстати, недавно в Нижнем Новгороде этот вопрос задал человек, которому 9 лет. — На мастер-классе сказал, что делать, если у тебя уже кризис среднего возраста. — Я только хотел сказать, уже рамки сдвинулись. — Рамки сдвинулись. Действительно, жизнь ускоряется. И информационное поле, оно такое, что ты должен быть счастливым, ты должен заниматься своим делом. А вот как бы кто научил быть, соответственно, счастливым и заниматься... — А вот кто это информационное поле создал? — Инстаграм. — А я думаю, что просто этот запрос... — Хорошо ли это? — Хорошо, конечно. Потому что вопрос основной в том, какой ты вклад под себя оставишь в конце. То есть, что ты оставишь следующему поколению? Каким ты делом занимаешься? В чем твоя польза или польза от тебя? На мой взгляд, чем быстрее этот кризис среднего возраста произойдет, тем лучше. Тогда получается, что не потратишь огромное количество времени не на то. — Ну, лучше, если ты его преодолеешь? — Кто-то должен помочь тебе его преодолеть? Из-за того, что у нас в школе нет такого предмета, как осознанность. Поэтому мы очень поздно сталкиваемся с этим кризисом. Я это проиллюстрирую на нашей системе образования и дальше жизни. Это то, с чем я сталкивался, увольняя людей. Вне зависимости от возраста люди честно не могли ответить на вопрос, чем бы они хотели заниматься. Соответственно, 25 лет лишения свободы — это школа, вуз. Ну и, соответственно, на выходе мы получаем человека, который, в общем-то, не умеет работать, умеет типа учиться, но в основном формально соответствует требованиям каким-то. 90 процентов людей работает не по специальности после того, как он получает корочку. И дальше получается так, он запрыгивает в какой-нибудь вагончик, ну там родители устроили, еще что-то там произошло в жизни. Дальше, ближайшие 10 лет, с 25 до 35... — Он едет. — Он едет. И вдруг либо его саживают, либо он наконец-то понимает, что куда-то он едет не туда. И вот этот кризис среднего возраста, который так называют, да, на самом деле момент, когда ты пришел куда-то, понял, что пришел не туда, а куда идти дальше — не знаешь. И вот получается, что чем раньше человек начинает внутренний вот этот разговор, а это слишком простая идея, я понимаю, для утра-воскресенья, на вопрос, что мне нравится, что мне интересно, какие у меня достижения, какие у меня ошибки, какие у меня уроки, какие сильные стороны, какие слабые стороны, в чем мои таланты. — Ну, это очень, кстати, здорово, что человек придет, например, к коучу или к бизнес-тренеру на вот какую-то индивидуальную сессию, либо на что-то, что позволило ему проработать все эти вопросы, потому что система образования учит нас чему? Если тебя домашку не спросили, то как бы не обязательно ее прорабатывать, так ведь? — Ну да, это называется непредпринимательство. — Да, ну так вот, вот эти люди, которые на тренинг идут, вот именно на общую такую встречу, они, как правило, на что надеются или что они в результате получают? — Скажем так, они создают, на мой взгляд, неосознанную возможность для себя. Они приходят, как правило, в момент, когда есть какой-то кризис. Ну, либо они работают где-то и понимают, что что-то не так, либо их уволили, и они не понимают, что делать. И очень часто же, как раз, ближе к сорока уже начинается другая история. Работодатели не готовы брать, типа, уже старый, пожилой. В смысле, пожил уже. — В смысле, меняться не будешь, да, и так далее? — Нет, просто есть еще вот эта вот, как бы, рамка под названием, типа, нам нужны молодые специалисты, и так далее. — Да, да, клише. — Да, и это, ну, на самом деле, вот эта среда, которая, мы в ней живем. Это не хорошо, не плохо, это просто так и есть. Поэтому люди приходят, неважно, что у них происходит в жизни, они просто делают такую возможность для себя. А дальше, соответственно, моя основная задача, которую я перед собой ставлю, я лишь помогаю людям осознать, чего они хотят, что они имеют. А учитывая, что я этим занимаюсь уже 20 лет в компаниях внутри, но моя основная задача — включить человека в созидательную деятельность. — Работать. — Где у него кнопка? Мотивация, да, вот это пресловутое слово, как бы, которое, на самом деле, внутри человека, но все пытаются, работодатели, построить систему мотивации. Моя задача основная — помочь человеку понять, кто он, куда он идет, и внутри организации найти это место, где можно соединить человека с организацией. Тогда возникает высокопроизводительный труд, тогда не надо его заставлять, говорить, что он должен делать, он сам себе находит приключения на одном месте. — А бывают ситуации, когда вы не находите для него этого места? — В организации, конечно. — А в принципе? — Ну, я пока не встречал, что человеку, как бы, пора заканчивать жизнь. — Я имею в виду жизнь не физическую, а жизнь вот какую-то такую, я не знаю, общественную, что ли, производственную. Вот не к месту человеку. — Вот на тренинге в Сколково, значит, одна барышня, делая там упражнения, сказала, а у меня ничего не сходится, я, в общем-то, последние 10 лет бездельничаю. Вопрос — а что тебе нравилось? — А мне нравилось тусоваться. — Ну, собственно, ты своим делом и занимаешься, да? — Да. — Нет, а дальше было настолько весело это все. Ну, потому что это как бы все, это момент такой, ну, для тренера всегда это вызов. Ну, потому что вдруг у кого-то не получается. — Ну да, да. — И это же дисконт тебя как тренера сразу автоматически. — Конечно. — Значит, буквально через там шаг, через два мы делаем такое упражнение, которое называется «Заявление о вкладе». То есть, грубо говоря, какие проблемы есть в области твоего дела, даже если это безделье у людей, как ты их помогаешь решить. И дальше мы делаем такую, как бы, общую формулировку, как ты решаешь проблемы за счет каких талантов и, соответственно, за счет чего ты решаешь эти проблемы. И у нее выходит, что она с удовольствием поможет людям качественно организовать отдых. — Ивент-менеджер. — Ну, например. И вот человек находит вдруг смысл в том, что, оказывается, ее безделье и предыдущий опыт организации своего досуга для каких-то людей, может быть, пользуясь с точки зрения помочь людям организовать досуг. Не в смысле туризм или еще что-нибудь, а просто конкретный вечер пятницы. — Вы проводите тренинги для подростков, если вы подросток от 11 до 17 и так далее, и заявляете, что этот тренинг поможет им определиться с базовыми понятиями. Например, опять же цитата. «Кто такой взрослый человек и зависит ли это от возраста? Что самое главное в жизни и чем она измерять?» — Я уже далеко не подросток в возрасте 11-17 лет, но я бы хотел тоже услышать ответ на эти вопросы. Они у вас есть? К мессианству опять возвращаемся. — К мессианству, если, кстати, на секундочку зацепиться за эту часть фразы, у каждого человека есть свое предназначение. Начнется тренинг, где мы ровно с этого вопроса и начнем. И ребята сами обычно отвечают на этот вопрос. Я их разбиваю на небольшие группы и прошу их сформулировать определение понятия «взрослый». И самое удивительное, что действительно никто из них никогда еще за время тренингов не написал там какой-то возраст и не написал там деньги. А основная формулировка у них звучит следующим образом. Человек, способный отвечать за свои слова, дела и поступки. И это удивительно. Для меня первый раз, когда я это интуитивно дал, ну для того, чтобы просто начать там разговор, сложилась формула, называется, пока ты не принял решение, что ты взрослый, что ты готов отвечать за свои слова, дела и поступки вне зависимости от возраста, любой другой твой выбор умножается на ноль. Потому что тогда получается, что не ты выбираешь, а кто-то тебе говорит, что нужно делать и так далее. Поэтому ответ на вопрос, взрослый ты или нет, и дальше ребята выбирают. Они в этот же день принимают решение, готовы взять на себя ответственность, готовы быть взрослым. Просто поднимают руку, кто готов, кто не готов. Это честный разговор, открытый. Что касается самого главного в жизни, на мой взгляд, это реализовать предназначение свое. Как можно быстрее его найти, как можно быстрее начать заниматься своим делом. А в принципе, благодаря этому каждый из нас получает, собственно, то, что мы больше всего любим. Я вот о чем думаю. Предназначение вот в нашей там филологической среде, это такое слово, знаешь, из области, как говорится. Миссионерский сокола. Я слышал много раз, да. А на самом деле, на другой стороне, да, на другой стороне находится этот известный анекдот про солонку, да. Что ты там, помнишь, вот в поезде-то, да, когда ты там передал солонку. Вот это оно и было. Поэтому границы твоих целей, твоего предназначения, на самом деле, могут и не быть такими уж там широкими. И высокими. И распространяться, да, как бы на всю человечество. Но если ты хотя бы улучшаешь чуть-чуть свою жизнь, да, то, в общем, как бы незаметно улучшается и твое окружение там, да, и что там еще. То есть, как бы вот эти вещи переносятся из высоких материй бизнес-коучинга в очень практические вещи, касающиеся самого тебя. И поэтому те, кто не хочет учиться, да, это те, кто просто, ну, не желает как-то вот оглянуться вокруг, посмотреть, так или нет. У каждого свой момент. Угу. У кого-то он наступает раньше, у кого-то позже. Я это называю просто человек не готов. Ну, по разным причинам. Тут нет плохого или хорошего. Но он приходит все же на тренинг. Приходит на тренинг, да. Но, еще раз, даже придя на тренинг, человек может быть не готов к изменениям. Принятие у себя. У нас, к сожалению, не в культуре русских людей, там, обращаться к психологам. Более того, таких людей профессиональных крайне мало. И профессии само по себе дисконтированы. Вот, вот. То, с чего вы начали. Да, но в культуре же еще у нас, если человек, не дай бог, скажет тебе, что он обратился к психологу, сразу скажут, что он в дурке побывал. Ну, мне кажется, сейчас ситуация меняется. Она меняется, но не так, грубо говоря, как, может быть, должна была бы меняться. Вот, поэтому прийти на тренинг и воспользоваться результатами этого тренинга, это еще тоже отдельный вопрос. А по поводу родителей, которые приводят детей, это тоже, как бы, две стороны у медали. Потому что, из моего опыта, те родители, которые приводят детей на тренинг, а именно родители принимают решение о том, чтобы подросток шел на тренинг. Из них только 30% сами готовы прийти на тренинг. Ого! А такая разница, ты понимаешь? Да, да. Родители привели, не сам пришел, а родители привели. Да, да. Я про это говорю. При этом они сами, видишь… У родителей в голове, что не у них проблема, у ребенка проблема. Угу. Угу. Вот сегодня мы впервые делаем тренинг, когда… Вместе с родителями. Да. То есть, я до этого делал тренинг для подростков и тренинг для родителей. Условно, один день один, один день другой. И вот эта статистика, то есть, 30% только готовы сами прийти. То есть, типа, это дети должны тут позаниматься. А сегодня я сделал так, что мы 6 часов с ребятами работаем, и на последние 2 часа приходят родители, и я их буду соединять. Угу. Потому что, на мой взгляд, момент выбора своего дела – это не момент, в смысле, за один тренинг это можно выбрать, это вся жизнь. Ну, просто, как сознание этого работает на тему перепроверки этого предназначения, формулировки гипотезы, переводы это в действие. Ну, потому что многие люди о чем-то мечтают, но ничего не делают для того, чтобы эту мечту осуществить. То есть, очень много нюансов. Так вот, на мой взгляд, момент выбора дела – это отличный момент для начала доверительного разговора между родителями и детьми. Ну, потому что есть о чем поговорить. Ведь нам же в основном… Здорово, вы сказали, есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить. Есть у меня родительское собрание целое, которое я посвящаю тому, чтобы научить их выбирать темы для разговора с детьми, кроме как у тебя дела, как оценки и что там еще. Одел шапку. Да, действительно, ешь суп, закрой рот и ешь суп. Так вот, этот момент, когда на самом деле родители и дети находят темы для разговоров – это, конечно, великий момент. И я прям вам всячески желаю успех. Спасибо. Потому что вот это вот я как бы пишу тоже на доске, потому что я так сказала, вот почему. Да, это как бы наш такой основополагающий воспитательный принцип. У вас есть замечательная история про ковер, на фоне которого у всех есть фотографии. Дима просто не знает, можно про это сказать. У меня фотографии на фоне ковра нет. Нет, в детстве нет фотографий. У тебя не было ковра? Был. Это метафора, которая мне пришла. Я понимаю, я понимаю. Тренинг – это некая наша ДНК, ну то есть как бы культурный код. Каждое поколение каждому поколению передает какой-то следующий этап, получается. Но это очень часто происходит ну как бы неосознанно. И вот это вот условно… Меня воспитывали, что я должен быть юристом, еще на всякий случай экономическое образование получить, еще там, еще, еще. Ну вот это и есть ковер, который я неосознанно передаю своим детям в режиме… Со мной. Да, абсолютно. И в наследство. Такой может быть немножко неожиданный вопрос, он скорее неожиданный для телезрителей, чем для вас. В котором часу вы сегодня встали? Три сорок. Ты понимаешь, о чем идет речь, да? Он каждое утро встает в три сорок. Это утро уже? Да. Ну и зачем вам это? Вот это ключевой вопрос, который, на мой взгляд, у каждого человека не во сколько встать, а зачем. Потому что можно поставить будильник на три сорок, но не встать. Кстати, вы вот прямо сейчас сказали очень важную вещь. Я тоже замечала, что чем дольше человек спит, ну то есть не выходит из этого состояния, тем на самом деле он ближе к депрессии. Потому что он все больше и больше неосознанно себя, ну как бы не выводит в активную деятельность. А у вас, видимо, полно дел. Ну, я же реализую свое предназначение. Да. Дело в том, что у меня есть набор того… Ну, в пять триста спартанцев, я понимаю. В пять, да. У меня уже люди работают, а я должен до этого момента в группе разместить информацию, тему, их поприветствовать, написать им сообщения. Есть то, чем я сам занимаюсь, там, утром, да, там, с какими-то своими проектами, вопросами, идеями, ну и так далее. То есть у меня есть свой день сурка. А вот эти пять утра для программы «300 спартанцев» – это вот такой элемент игры преодоления? Ну, или просто действительно у вас складывается такой рабочий график? Несколько моментов. С одной стороны, первый предпринимательский акт, который мы совершаем каждое утро – это подъем. Угу. Предпринимательский? Ну да, но в этом смысле, да. Мы предпринимаем что-то, чтобы встать. Да, да, да. Вот. И получается так, что если человек говорит, ой, я хочу там изменений, то способ первый проверить, готов ли он меняться. Да. Это сказать ему «пять утра». И такой человек, ой, что-то как-то там… Не, я пока не готов. К изменениям человек не готов. Это удивительно, но это очень простая перепроверка. Второй момент важный. У нас, у современных людей, к сожалению, времени на себя нет по факту. Времени, чтобы оно было свободное от смартфонов, от всего, от информационного поля. Просто посидеть и подумать о жизни. А в пять утра это, наверное, как думается? А в пять утра сначала по непривычке вообще не думается. Ты такой сидишь, наверное, и думаешь. Я, как мне люди говорят, я немножко уже по-другому живу давно. Типа, вообще ни одной мысли или как бы головы нет. Ну, то есть, получается, что ты выделяешь время на себя. В этот момент ты начинаешь формировать привычку по вот этому внутреннему разговору. Вот в это время. В это время, да. И получается, ты вначале беседуешь вообще с подсознанием. Сознания там нет. Есть только что-то, что вылазит из тебя. Ну, а моя задача – давать задания и вопросы, которые как раз вытаскивают у человека то, что в обычной жизни он не может вот так вот взять и ответить. Ну, потому что не задумывался об этом. На самом деле, ментарные вопросы. И дальше, если мы говорим, кстати, про развитие, самый лучший способ развития – это взаимодействие с другим человеком. Именно поэтому в 6 утра они взаимодействуют с напарниками, которые до этого с 5 до 6 точно так же сидели там где-то у себя и работали. И думали. И думали, да. В момент общения с другим человеком, проговаривая что-то, у тебя у самого начинаются внутренние какие-то инсайты и открытия. Или, наоборот, ты видишь что-то у него, что ты сам не осознал и еще добавляет это. Вообще, на самом деле, это до 70% увеличивает КПД развития. Вот, например, просто я читаю книжку – 10% КПД. Если я взаимодействую по прочитанному с другим человеком – 70% КПД. А вот меня один вопрос беспокоит тоже, который важен в контексте нашей программы. У нас большая часть зрителей взрослые и по возрасту, так? Так. Если я не ошибаюсь, но думаю, что так. Давайте спросим зрителей. Как вам кажется, до какого момента человек вообще должен, и это нормально, испытывать желание чему-то научиться, неважно чему? Вот в вашей практике, как это было или есть? Были ли у вас, скажем, очень возрастные участники? Это очень глубокий вопрос. У нас здесь других и нет. У нас программа почти серьезная. Нет, серьезно говорю, это очень глубокий вопрос. Потому что, во-первых, вот этот ковер нам говорит – нужно отдыхать. В огород, например. Вот какой там код расшифровки – это огород, дача или еще что-нибудь. Но, еще раз, пенсия. Стабильность, должен, и пенсия, и так далее. Все знают, что на пенсию они жить не будут. Государство уже все-таки сигнализирует, что не ждите пенсию, но мы все еще продолжаем жить надеждами на пенсию. Но, этот культурный код приводит к бездеятельности. Мужики, особенно управленцы, которые выходят на пенсию, сгорают за 5-6 лет. Ну да, выключаются и все. Потому что бездеятельная история. Значит, для тех людей, у которых плохо с фантазией, я рекомендую познакомиться с книгами, которые вышли в серии проекта «Возраст счастья» Владимира Яковлева. Это истории простых, обычных людей, наших соотечественников, разных людей по всему миру, которые в 60, 70, 80, 90, 100 лет живут счастливой жизнью, деятельной. А не просто на пенсии. Поэтому первый момент очень важный – это как-то из этой части выйти и все-таки понять, что ты живешь не ради того, чтобы выйти на пенсию, а эту рамку лучше убрать. Это раз. Второе. Самый удивительный случай у меня в этом смысле с возрастными людьми произошел в Кирове. Ректор Вятского государственного университета попросил меня поработать с преподавателями. Сказал, что как-то надо приободрить. 200 преподавателей сидит. Самый молодой – 55. Понятно. Плюс. Вот. И дальше возникает момент. Как можно зацепить преподавателей и какую можно извлечь энергию у людей в этом возрасте? Естественно, негативную. Потом первый слайд, копилка, паутина и написано – пенсию убивает. Я вызвал, в общем, всю самую большую недоброжелательность, которую можно было выбрать. Вызвать свой адрес. Энергия пошла. Энергия пошла. Дальше мы ее перевели. Неважно. В определенный момент, часа через полтора, одна из участниц, видно, совсем ее задел, достала. Сказала, что вы хотите? Я уже почти на пенсии. Какое у меня будущее? Мой мозг сориентировался. Я сказал, а есть ли люди 90 лет здесь кому? Нет. А какой самый у нас… Возрастной. Зрелый. 81. Я спрашиваю, а для вас пенсия – это ограничение? И он говорит, такой живчик сухой, сидит там на задней этой ряду. Нет. Смотрите, для кого-то 55. Уже все, да. Для кого-то 81 – нет. Вот, да, с разными людьми, но вот эта рамка пенсионная, я и по своим родителям это могу судить, но, к сожалению, ее вот так вот просто не уберешь. Ковер надо выбивать. Ковер надо хотя бы выбивать, если не выбрасывать. Вот это вот то, на чем можно весело и позитивно завершить программу. Ковер надо выбивать. А бизнес-тренеров надо слушать или хотя бы время от времени смотреть их в нашей программе. Игорь Дубинников, спасибо. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо. КОНЕЦ